Для выявления патологических изменений в легких пользуются сравнительной перкуссией. При этом громкие перкуторные удары наносят на симметричные участки грудной клетки. Вначале сравнивают перкуторный звук над легкими спереди, затем в подмышечных областях. И, наконец, сзади. У здорового человека над симметричными участками легких выявляется одинаковый ясный легочный звук. Тупой или притупленный перкуторный звук над легкими обнаруживается при воспалительном уплотнении доли легкого или при появлении жидкости в плевральной полости, гидроторакси. А тимпанический звук при попадании воздуха в полость плевры, пневмоторакси. Или при наличии в легких каверны или абсцесса. Для определения границ легких пользуются тихой топографической перкуссией. Посмотрите, как проводится определение дыхательной экскурсии нижнего края легких. Вначале определяют нижнюю границу легкого при спокойном дыхании. Затем при глубоком вдохе. И при максимальном выдохе. В норме дыхательные экскурсии легких составляют 6-8 сантиметров. Продолжение следует...